сегодня у нас 7 часов 28 6 число значит олег иваныч это человек который буквально как я говорил что надо будет поддерживать канал это было конец ягваря уже года с тех пор этот человек каждый месяц сначала один а потом и по два раза то есть и за себя и за тех парней тоже постоянно оказывает спонсорский помощь спасибо дорогой от души так но я бы с удовольствием хотел с тобой пообщаться непосредственно почему потому что понимаешь нашей жизни очень мало благородных людей я к чему говорил человек то что он там каждый месяц по два раза на мой счет скидывает этот деньги у него есть мой номер телефона но при этом он ни разу не позвонил в отличие от многих которые там тысячи раз могут позвонить так хотя бы там на мешок зерна помощь оказать голубям это не в ихнем стиле поэтому дорогой номера мне не надо тебя ставьте так знаешь просто позвони буду рад общаться так теперь отвечаю на вопрос который мне человек написал по поводу песка по поводу того для чего вот смотрите как в больнице вот это грабли тут вот такое раздвижное можно вот эти спицы делать шире уже эти вот так тяните и какашки и перу все все подряд все это показываю вот такой совочек ставим совочек сюда и набираем песок 5-10 минут со здоровой спиной очищается до конца не буду я показывать как это делает а это песок штукатурный строительный песок он как мелкий соль даже не как крупный соль как мелкий соль все говорят в них букашки живут пыль 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 десятый первые дорогие значит ну сколько дня три тому назад я как бы голубят не зачистит ну каждый там три четыре дня там в ведро вот этого песка я добавляю вот так беру мастеров ведь и вот так или нету то вам говорит что там пыль то другое обманывать ведь мастерском прямо закидывал нет пыли понятно так а пыль это не от песка пыль у вас голубят это перхот тем более сейчас линька то есть такой белый белый порошок сейчас покажу дорогие мои вон она видите пыль песку она никакое отношение не имеет имеет это от голубя перед пера она собирается в основном в углу значит для этого у нас есть моих советов тоже часто я показываю называется по игре сборники но есть дверцами ставится проще простого берете такую маленьком в этом магазине маленькую коробочку на сверху досечку или чего-нибудь видела там но чтобы она легкой не было и вот она все там собирается это я сейчас специально не убрал чтобы вам показывать понимать вот песок пылесборник для голубей сейчас на паузу поставлю это на чешу песка насыплю потом продолжим быстро надежно дешево и сердито а что нам еще надо что погоняешь голубей ворона-марон с верхних есть он решение 3-4 бог его знаете она сейчас попробуем чуть посадочку поснимаем их не потом комментарий почитаю вроде пошли уже садится поснимаем пойдем будем кормить так башни все еще бой не взял веник этот по моему где сад огород вот и витар продается там продается либо строительных магазинах либо там она у меня уже сколько но это уже второй раньше были просто вот такие до палочки но спится вот эти без всяких регировки ну это наверно лет ну лет лет двадцать уж точно если не больше я пользуюсь этим а можете больше может и больше и всегда доволен всегда доволен так так я рассмотрю сейчас потянем вот они ниже блин а куда те то делись погода непонятно какая кто ветер тот дождик то солнце тот хрен поймешь чего жара за день пока княв март миссис 10 раз меняется опять черными тучами накрывают а вот а он и голуби еще полгорода черный полгорода белый день и ночь испарение сегодня сильные обычно но после дождя в жару очень сильно испарение начинается но это вот как сауна мы ходим пока жарко просто сидишь нормально дано стоит пару кружек воды на этот на камни вылить чтоб пар ушел то есть пара давай тогда уже дыхание останавливается ну и представьте себя вот вопрос такой да то сколько ты можешь бегать в сауне под под таким паром под этим паром это глупо глупо кто в сауне под паром бегает никто просто сидят и кайфует никто ничего толком не показывал да так ну из этих из этих из этих сейчас посмотрим это одного вижу а других то не вижу это меньше уже были вымануть четверо по моему я точно посчитал а можете больше даже поискать но было снимать пошел сел пока соседки поговорил вошел за кормом не успел так там кто а вон он видите вот и 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 вон дружуя мелкается в облаках тяжело но сегодня опять штук 5 пешалок убрал 10 дней ведь чего не сделал с голубями два раза по 10 штук вам нужно штук 25 на рассчитать вот этот последний выводик который должен был быть один из самых лучших это вот скорлупа от яйца когда она должна быть вареная не яичницу а когда варить и яйца там можно собирать измельчать и кинуть голубям кушать кто-то падает что бой неправильный у него ни хвоста ни хрена так тетите 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 где-то не знаю так значит сейчас почитаю комментарии которые писали так ну или выйду наверно на улице там почитает и снимаю по-другому только почему я дурковал непонятно сейчас опять начал дурковать начал походу сыпать генерал и брат по-моему генерал и брат зеленая мазана вроде зеленая мазана и даже пошел туда упал непонятно почему яшку вроде не вижу в небе и голубей тоже не вижу сейчас найду мне дорогим я не могу найти походу опять улезли вверх опять на вчера кстати в это время ролик смотрите в это время же начал снимать насколько темного было на что-то черными случаями затянуло город так значит значит пишет при ваш отпишет привет как для здоровья тебе твоим близким твоим чудиком я несколько дней назад поднял свои голубей на дождь трое за тучи вышли и один из них садился те двое лучшие играли чем этот хотя все трое еще молодые но это не беда тот который с головой вернулся мир умер голубям небо как вегас птицы головой не имеет права пропадать однозначно значит рамиль рамиль пишет доброе утро наткнулся на ваш канал смотрю периодически хочу вам задать вопрос у вас бойные высоколетные долголетные голуби значит дорогой мой рамиль есть бойные голуби среди них есть высоколетные бойные а есть невысоколетные вот допустим линоканцы это не высоколетные голуби так это не высоколетные голуби вот допустим армянские пакистанские там краснодарские большим то есть голуби которые могут уходить покрытие там летать это называется высоколетная птица понимать что такое долголетная птица можешь даже сам или там тучи резы просто вот смотришь и смеешься до над человеком не знаю что ему сказать как понять тучи резы если птица высокого это высоколетные так она должна подняться выше тучи она уходит вверх как вот вот чё за слово тучи резы долголетный маточник понимаете но это неправильные слова понимать то есть два голуби бывает либо высоколетные почтари это не высоколетная птица это не высоколетные и не долголетная птица понимаете хотя пачар может сутками долететь до дома нет это скоростная птица это спортивная понимаешь не долголетная а спортивная не долголетная а высоколетная или декоративная да там как выйдет внизу летает это неправильная фраза то есть голубь может подняться высоко это да вот поднимается высоко летает до час другой летает 23 летает 4 вот скажем это да там просто вот элементарный задам вопрос от одного родителя 10 тенцов все они летают высоко а вон появились а нет это не голуби это это какие-то птички это не мои голуби вот допустим из одного пара вышли 10 тенцов все бойные это больная до бойная птица все поднимается покрывается это высоколетная птица да это высоколетная птица теперь один из этих тенцов летит час другой летит 2 3 летит 4 5 летит 6 7 8 летит 8 так какой из них долголетный так это долголетная порода или недолголетная порода вот ответь мне на этот вопрос из-под одной пары все птицы оказывают разные результаты это долголетная птица или недолголетная понимаешь не обижайся но вопрос очень глупый звучит понимаешь почему глупо звучит потому что сейчас понимаете чем больше люди глупости говорят тема незаметнее станут мода пошла наверное на глупые это да на глупость там что-то какой-то херни показа даже вот там тиктоки смотришь там смотришь да ну какой-то мараз показывают и все вот буквально на днях наткнулся короче показывают пищалок пищалок который толку выпрыгнули из сета да уже резаны да твою мать это что ж такое но это как понять объясните пищалка выпрыгнула это вот представьте себе да вот у вас ребенок все уже начал ходить вы его ломайте ноги и это это что за родители это как понять этих родителей ребенок начал ходить ему ломают но это да связывают ладно не ломать связывают новые что он не ходил ребенок начинает писать рисовать ему связывают руки ну как это понятно это маразм это тупизм понимаете даже нет не не глупость это тупизм и вот этим очень многие страдают великого сожалению да дальше сейчас посвятая что человек пишет потому для голубей скотели это узнаем они высоко долголетные или высоколетные а еще вопрос как какими вы голубями сравняйте свои голуби очень часто слышу от вас сравнение даже не знаю как как ответить что вы человеку не обиде да там скажем так попробую как первоклассника объяснять если тема касается здоровья если тема касается здоровья то у всех голубей здоровье должна быть одинаковая здоровая птица то есть не должна быть птицы это это да там в общем и не только голуби и голуби должны быть здоровы и люди должны быть здоровы и собаки должны быть здоровы да то есть со здоровьем мы можем всех под одну это да там если допустим мы говорим по мозгам да там мозги то есть птица должна быть не ибридинговая неважно там это поштовые птицы декоративные тогда там то есть при ибридинге она тупее птица теряет мозги тоже можно всех пород сравнивать если мы говорим как должны дойти дом в общем да то есть там пара побежку про это да там про злость другое значит почтовая птица совершенно по-другому работает у них это да там они находят как компус остальная птица как фотоаппарат работает то есть там уже их сравнивать нельзя у них по-разному надеюсь доступно объяснил как каких случаях сравниваю если допустим взять яблоки и груши ну их можно называть это на фруктами то есть их нужно называть фруктами но сказать что яблоко это сорт груши это уже нельзя нельзя сравнивать вот такие сравнение не подходит понимать ну не знаю как еще доступнее объяснить еще раз не существует долголетов птицы нету такой породы долголет и нету такой порода тучей резы нету такое понятие маточник у голубей нету такое есть высоколетная птица который может и тучи резать и облака резать то есть тучи реза это что то есть голуби поднялись через тучи и садились то есть это умная высоколетная птица вот это означает вот как мы у нас тучи реза у нас долголетов у нас вот именно при него и живут что называют есть еще раз бойная птица которая должна бить если бойная птица не бьет не бьет то неважно сколько он летит это уже не бойная птица это просто лет понимаешь если он не бьет это просто лет почему потому что простолеты не бьют бойные должны бить понимаешь вот так сказать до штангист что должен делать штанги же не должен хорошо бегать правильно что здесь должен хорошо хороший груза поднимать даже там выпадет тягать что должен делать боксер он должен хорошо боксеру не хорошо бегать бег заключается во всех видах спорта то есть летать должны все голуби все начиная от декоративных кончая спортивных то все все голуби бог им дал крылья для того чтобы они летали летать все должны это вот как в любом спорте начинается с пробежки то есть сбега с легкой атлетики то есть это легкая атлетика бег это основа среди всех спортов то есть должны обязательно начинать с бега даст пробежки начали дальше уже заниматься своим видом спорта ну думаю я с ней уж ну никуда да значит по поводу молодых молодых начинающих голубятников значит дорогие мои роликов у меня очень много но проблему вас сейчас скорее всего будет очень тоже много потому что то есть пока вы это все найдете там этот есть и есть серьезные вопросы которые вы не у это да там пока не находите там ну либо никогда это дата вы можете написать понимаете не знать это не порог не хотеть знать это порог понимаете вот допустим у нас девчонка вот это дополнить и ксения не можем сколько раза написал я на все ее вопросы отвечал то есть то что она не знала об этом я пытался донести но человек решила что по-другому можно это все делать она не воспринимает потому что в другой месте его другие вот так говоря на гайту через и высоко долголет и там хранишные еще чего понимать новые фразы то есть заблуждают людей еще раз рамил дорогой значит не существует долголетов голубей если существует так я тебя задал вопрос под одного родителя 10 птенцов летают от 1 до 10 часов что за порода эти голуби это что за голуби это долголеда или не долголет если долголет а то как получается час это долголет и 10 тоже долголет птица если высоколетная покрываться вот как сейчас я не нахожу вы видели там три или четыре штуки были вот но не вижу я их они покрытие улезли хотя уже вечер то есть это высоколетная птица будь это николаевской будь это тип лера будь это турмана будь это там пакистанцы там юранцы какие-то вы хотите да армянские пакийские краснодарские какие-то то есть они летают высоко поднимается высоко если это бойная птица бойная высоколетная то она боем должна покрываться с боем должна не просто покрываться как николаевской или как там турман как то другое да там как тепли а он с боем должен покрываться вот если с боем покрывается Уходит в покрытие Это называется бойная высоколетная птица Есть голуби Которые играют внизу То есть они летят Бьют, но в покрытие Не уходят Вот скажем так То же самое Линаканская птица Линаканская птица Она от сапсана Хорошо уходит А вот от итерятника Не может уходить То же самое и так Спокойно уходит и от сапсана И от итерятника От сапсана спокойно уходит А от итерятника не уходит Почему? Потому что эти голуби Умеют пикировать наверху То есть они приподнялись Чуть-чуть, потом падают вниз И нашли внизу тарахтит А внизу стихия и от итерятника Знаете? Ну тех не вижу Ладно, подождем Так, хорошо, что слух хороший Дорогие мои Этого по слуху Услышал Вот он Один скинул А мы на второй еще остались Тех я не нахожу пока Это прямо камни Сверху вниз Внизу раскрылся Вот тут еще Вот, видите Вот это называется Бойный голубь, дорогие мои Он должен бить Высоколетный Бойный голубь Потому что он летит высоко В облаках Поднимается туда Вот спускам летит Спускается И бьет обязательно Если бы он бы не бил Это был просто высоколетный голубь Не долголет Так, скажем так Вот этот голубь сегодня летит 10 часов Завтра ты поднимаешь И он летит там 10 минут Так он долголет или не долголетный? Вот ответь, Ромель Это долголет или тот же самый голубь? Деда, хватит! Он далековато ушло Деда! Здрасте, моя хорошая Так, дорогие мои Ну, наконец появился вот этот Он ушел на бощек Скинул, пошел Ну, походу, может Я еще опять разгонял их Голуби уже давно в голубятни Так, это один Еще трое должны быть Это что такое? Яблоки падают? Да Да, это один Из всех Вот, видите Это у нас, по-моему, борода Да, это борода Буквально недавно, помните Я его поднимал, он не пошел И он не пошел И пер, и щейка не пошел У которого мозоли накрыли Это этот же голубь Теперь, дорогие мои Ну, пожалуйста, ну, ответьте Голубь, который сегодня летит очень долго Даже боксинг там без боя Он долголет А если он на следующий день вообще не летит А если он на следующий день вообще не летит То он уже не долголет Это что за порода, объясните Можете ответить? Это получается, как это, да? Там, вот ты сегодня помел, помог человеку Ты хороший Завтра ты ему отказал Ах, какая-то скотина Ты не хороший человек Ты же ему не помог А, или нет? Это, это, это Бессмертная сестра даже Это не борода Это бессмертная сестра Вот она Ее тоже, кстати, недавно поднимал Она не пошла Да, это не борода Она тоже тогда, вот помнишь Три штуки вот с клетки кинул Но они пошли Так, дорогие мои Ну, ждать я не буду Долголета это или не долголета Вам решать Ну, мне нравится Мне нравится И знаю, что все они спустятся Мир в мир голубям небо Здравия здоровомыслишим Так, дорогие мои Ну, трое полудолголета уже спустились Четвертый долголет еще летит Еще не все Такие мои Кстати, это голубочка от Лёва Лёвжан Ну, прямо от души Это от Ашотовских голубей Которые из Сибири вот отправили Вот из 22 штук Вот эта голубка нравится мне Потому что мне она выживает Так что, дорогие мои Мир в мир голубям небо Здравия здоровомыслишим В общем, а некоторые просто определяются Что такое долголет Что такое бойная птица Что такое высоколетная птица Что такие тучи реза Маточники И что из них является правдой А что неправильно Спокойной ночи Субтитры создавал DimaTorzok